Всем большой привет! Сегодня речь у нас пойдет про задание номер 26. Мы будем говорить сегодня о связи ими и реальной жизни. Все больше и больше мы переносимся из красивых уравнений у вас на листочках в реальную жизнь, где все далеко не так красочно, к сожалению, и не так очевидно. На самом деле, задание номер 26 это такая небольшая лотерейка. Оно вот этим не очень приятно, потому что никогда не знаешь, с какой стороны подойдут. Здесь очень много вариантов формулировки вопросов. У нас будет сегодня прям несколько блоков, с которыми мы будем разбираться. Информации тоже будет немало, но я бы не сказала, что она прям дико сложная. Тут просто нужно, ну, как-то переварить новые названия, новые слова. Все-таки это вещи, на самом деле, очень простые, если вы имеете с этим дело каждый день. А если вы на химфаке не занимаетесь, значит, вы не знаете, что такое бюретка, букс, вы себе это нормальное дело не представляете, поэтому это какие-то сложности определенные в носе. В общем, не пугайтесь, сегодня, может быть, будет много новых слов, но они все вообще несложные. Я постараюсь вот прям на пальцах разъяснить. Опять-таки, конечно, особенно с химическими приборами, хотелось бы вам все это вживую показывать, но, еще раз повторюсь, эпидемиологическая ситуация и личные обстоятельства временно это сделать не позволяют. Но нам это не помешает, поехали. Ну, повторюсь, сегодня речь пойдет про задание номер 26. Попутно мы затронем и заново обмусолим несколько свойств неорганических веществ. Ну, естественно, это, конечно, вам поможет в общем понимании химии и связей между химией и жизнью. Итак, не будем затягивать, вперед. Начнем мы со способов получения, потому что вот этот тип вопросов наиболее популярный, ну и плюс здесь, на самом деле, есть такие моменты, которые в классической школьной программе не оговариваются, а в ЕГЭ спрашиваются. Поэтому постараюсь вам сегодня про все про это рассказать максимально понятно. Итак, поехали. Первое и самое основное – это азотная кислота. Производство азотной кислоты – это важно, нужно, зачем это нужно и где применяется, поговорим с вами в следующем блоке чуть позже. Ну, а сейчас про получение. В общем виде метод получения азотной кислоты называется «из синтетического аммиака». Ну, как бы такое, вроде как, ну, расхожее название. Почему именно так? Ну, потому что здесь, видите, я вам такую написала, как бы, общую схемку, как-то все дело происходит. Так, потеряла курсор, вот он у меня. Все это дело происходит, вот, практически начинается с аммиака, который мы сам получаем, сам аммиак синтетическим путем. То есть, что мы делаем? Из того, что у нас есть. Из воздуха берем азот, из электроиза берем водород, сейчас про это тоже поговорим, и получаем мы с вами что? Аммиак. Нужно не забыть, что это дело все проходит при температуре и давлении, и катализаторе. Ну, с этой реакцией мы в теме равновесия хорошенько познакомились, прямо обмусолили ее со всех сторон. Вот, получили синтетический аммиак. Что дальше делаем? Окисляем этот аммиак на катализаторе, на платине. Естественно, при нагреве. И получаем сначала НО. Эта информация должна быть вам знакома из темы свойства кислорода и водокода. Там мы как раз говорили, вот, кислород таким образом с аммиаком реагирует. Ну, и, кстати, в свойствах аммиака мы эту реакцию тоже повторяли. Затем, следующая реакция идет легко, уже никаких тут особых танцев с бубном делать не нужно. С кислородом мы получаем НО2, бурый газ, лисий хвост. И затем этот бурый газ, лисий хвост мы переводим в азотную кислоту. Ну, кислород здесь для облегчения реакции просто введен. Ну, как бы, можно его вот так даже и в скобочки. Но сами реакции от вас никто не требует. От вас требуются вот какие-то основные процессы. Например, для азотной кислоты применяется окисление аммиака в контактном аппарате. И вы должны понимать, да, вот оно, окисление аммиака. Теперь, что там за аппараты такие страшные? Вот смотрите, тут картинка. Что происходит? Мы подаем, значит, все наши реагенты в схему. И в схеме реагенты проходят кучу всяких отсеков, баков и так далее. На самом деле, вот допустим, в прошлом семестре у нас был препарат, ой, у нас был предмет химической технологии. Вот вообще, с ума сойдете. Там такие схемы на 15 листов А4, все меленько вот так вот. Тут один бак, тут другой, тут какой-то компрессор, тут еще трубопровод, тут еще, еще. И там вообще можно с ума сойти. Я вот в максимально простом виде хочу просто до вас донести эту информацию. Все, что нам важно, это вот, смотрите. Вот там, где происходит что-то, какой-то процесс на катализаторе, такой аппарат называется контактный. Контактный аппарат. Вот. Вот эта реакция проходит в контактном аппарате, поскольку идет окисление на катализаторе, при контакте с катализатором. Дальше что? Окислительная башня. Вот это тоже название нужно запомнить. Окислительная башня. Сразу понятно. Башня, потому что форма просто такая, окислительная, потому что там происходит окисление. Вот оно, окисление. Видите? Окисление оксида азота-2 до оксида азота-4. Вот сейчас вот так сделаю. Вот это происходит здесь, в окислительной башне. И еще одно название, которое нужно запомнить. Поглотительная башня. Поглотительная башня – это башня опять из-за формы. Поглотительная, поскольку идет поглощение каким-то другим веществом. Чаще всего, мы с вами несколько примеров таких встретим, речь идет о поглощении водой. Ну вот здесь полученный нами оксид азота-4 поглощается водой с образованием кислоты. Так что вот эта вот реакция проходит в поглотительной башне. То есть вот эти вот три названия вы должны четко знать. Контактный аппарат, окислительная башня, поглотительная башня. Все. Ну и из каких реагентов получается азотная кислота? Вас могут про любой этап спросить. Могут спросить, например, сырье для производства азотной кислоты. И написать. Азот. Вы должны четко знать и выбрать. Или там ЭНО. Но ЭНО – это уже не сырье, а реагент. Тоже четко знать и выбрать. Каждое звено. Так. Серная кислота. С производством серной кислоты тоже нужно быть довольно хорошо знакомым. Давайте, поехали. Значит, метод называется «из серосодержащего сырья». Ну, это такие, знаете, названия расхожие, которые на практике используются. Ну и в ЕГЭ так время от времени они тоже попадают. То есть там, допустим, у вас будет получение, и нужно будет выбрать метод получения. Вот вы четко сопоставите. Серная кислота и серосодержащего сырья. Что это за серосодержащие сырье? Ну, во-первых, чистая сера. Это редко. Сероводород, как газ на месторождениях, тоже редковато. Чаще всего сульфиды. То есть металл С. Сульфиды. Ну и, скорее всего, это будет перид. Вот этот. Название тоже нужно знать. Иногда так и пишут. Сырье для получения серной кислоты. Должны выбрать перид. Вот он такой популярный. Что происходит? Сначала происходит окисление перида при нагревании с образованием сернистого газа СО2. Затем происходит очистка от примесей. Итак, вот смотрите. Первый пункт это вот здесь. Печь для обжига в кипящем слое. То есть у вас обжигается, но при нагревании происходит окисление. Вот оно. Это цифра 1. Дальше. Очистка от примесей происходит в циклоне, электрофильтре и сушильной башне. Это все относится к цифре 2. Эти названия могут всплыть, поэтому на всякий случай имейте в виду. То есть там могут вам... Где происходит очистка от примесей? Должны выбрать циклон, электрофильтр или сушильная башня. Что к чему? Циклон это... Ну вы знаете больше из физики. Реакции за счет центробежной силы, за счет разницы в массе разделяются от примесей, отделяются СО2 и там какие-то вещества, которые по массе отличаются. Электрофильтр то же самое, за счет электроэнергии фильтруется. Сушильная башня идет осушение от водных примесей. Сильно тут вас погружать в подробности не буду, незачем. Дальше. Вот эта реакция, с которой вы уже в целом должны быть знакомы. Это значит окисление диоксида серы до оксида серы 6 на катализаторе. Вы знаете, раз идет окисление на катализаторе, уже название знакомое, контактный аппарат. Вот он. Здесь идет цифра 3. Контактный аппарат, окисление на катализаторе. Вот эту реакцию часто спрашивают, причем ее по-разному могут вам обозвать. Например, окисление серы из этого газа. Или перевод диоксида серы в оксид серы 6. Или контактное окисление диоксида серы. Что-нибудь такое. Вы должны представлять, что это все про одну и ту же реакцию, вот про вот эту. И выбрать, что это используется при производстве серной кислоты. Так, ну и последняя стадия. СО3 поглощается водой с образованием серной кислоты. Вот это цифра 4. Поглотительная башня уже тоже название знакомое. Оно еще не раз нам пригодится. Запомните. Поглотительная башня. Кстати говоря, вот про это. Маленький такой момент. На самом деле поглощается не водой, а серной кислотой. Образуется олеум. Если вам встретится слово олеум, это что? Это раствор СО3ВН2СО4. Почему именно так на практике? Потому что если сразу водой поглощать, у вас туман образуется. Причем опасный серно-кислый туман. Вы с ним ничего не сделаете. Вы его не осадите. Туда не зайдете. Все там у вас растворится. Потому что туман везде будет осаждаться СО3. И, короче, ну прям сложно. Вот поэтому поглощают именно СО4 и образуется олеум. Вот. Если слово это встретите в заданиях, имейте в виду, это сюда относится к производству серной кислоты. Так. Самое сложное позади. Это были кислоты, с которыми нужно было разобраться основательно. Дальше поедем побыстрее. Газы. Ну вот, пожалуйста, азот и кислород. Их еще, знаете, иногда так в ЕГЭ называют легкие газы. Чаще всего именно о них речь. Легкие. Ну типа это значит, что не какой-нибудь там СО2 с огромной малярной массой. Ну не такая уж у него огромная малярная масса, но тем не менее. А вот азот и кислород. Так. Вот эти три пункта, это один и тот же процесс, просто разными словами. Разные формулировки, какие вам могут встретиться. Перегонка сжиженного воздуха. Фракционирование жидкого воздуха. Ректификация воздуха. Одно и то же. О чем речь. Перегонка. Ну когда мы перегоняем и таким образом разделяем. Сжиженного воздуха. Что значит? Воздух мы переводим из газообразного состояния в жидкое. Да? Снижаем температуру. Жидкое состояние. У нас в воздухе, если не ошибусь, 78% азота и 21% что ли там процент кислорода. То есть много. Это основные части воздуха. Все, воздух сжижаем и в жидком виде мы можем отделить жидкий азот, жидкий кислород. Все. Фракционирование это то же самое. Разделение на фракции. То же самое. Перегонка. Разделение. Фракционирование. Разделение на фракции. Ректификация. То же самое. Означает разделение. Это, видите, все одно и то же, просто разными новыми непонятными словами. То есть, грубо говоря, что происходит? Воздух жидкий вот сюда загоняем и начинаем его потихонечку испарять. То есть обратно переводить в газ. Сначала у нас улетает то, что полегче. Вот что весит меньше. Азот у нас сколько весит? Азот в таблице Менделея вы найдите? 14. Значит, Н2 у нас весит 28. Ну, грамм нам. Кислород 32. По такому же принципу. 16 плюс 16. Соответственно, азот быстрее обратно в газ перейдет. И он улетит вверх. А кислород так и останется жидким. И он будет на дне у нас в форме водички. То есть, еще раз. Мы берем воздух. Из газообразного состояния переводим в жидкое. У нас получается, ну, раствор. Да? Грубо говоря. Ну, жидкость какая-то. Жидкость. Мы ее начинаем потихонечку обратно испарять. Сначала испаряются те газы, которые весят меньше. Это азот в основном. Азот испарился и в форме газа улетел вверх. Там мы его собрали каким-нибудь газоприемником. А кислород еще пока не испарился. Находится в жидком состоянии. И у нас остался он как бы в жидкости, в сборнике внизу. Все. Так мы разделили азот кислород. Ну, и там в воздухе еще есть примеси, но их так уже незначительное количество по сравнению с этими двумя. Дальше. Водород кислород. Как можно получить? Электролизом воды. Ну, здесь, я думаю, что вы в целом представляете, чтобы происходить. Вот у вас на аноде будет выделяться кислородик. На катоде у вас будет выделяться водородик. Все. Электролиз воды. С темой электролиза в принципе знаком. Ну, в общем, вода тоже электролизу подвергается при определенных условиях. Сильный нагрев там нужен. Можно получить водород и кислород. Дальше поехали. Еще водород получают, вот так вам прям в ЕГЭ могу написать. Паровая конверсия природного газа. Ой, что такое? Ну, во-первых, природный газ. Природный газ это смесь газов. В основном это метан. Метан. Вот он у вас. Метан. Это из органики, но немножечко так захлебнем его сюда. Это метан добывается в основном вместе с добычей нефти. Там же на месторождениях выкапывается природный газ и сразу отводится. Что делается? Вот берется. Видите, газ плюс парный конверсий, ну это не суть. Вот сюда загоняется этот самый природный газ. Ну, то есть в основном CH4. Тут происходит окисление кислородом при нагревании. Несколько, значит, тут таких отсеков, все такое, нас не особо интересует. И в результате вот отсюда выделяется, видите, коллектор синтез газа. Отсюда выделяется CO плюс H2. CO плюс H2, вот эта смесь называется синтез газ. Синтез газ. Таким образом получают, ну, в частности, вот водород, потому что его больше в этой смеси. Теперь смотрите, вот здесь подписано. Отвод дымовых газов. Это всякие побочки, которые в небольших количествах выделяются. И вот вам, пожалуйста, CO2 из дымовых газов. Вот здесь вот как раз отводится CO2, который тоже в каком-то количестве там образуется. Ну, за счет чего? За счет того, что у нас есть много CO и есть кислородик где-то там. Вот, пожалуйста, у вас эта реакция пройдет и образуется какое-то количество CO2. Из дымовых газов эта формулировка прямо из ЕГЭ так и называют. Так. Дальше поехали. Ну, немножко про галогены. Второе. По теме, по семинару по электролизу я поняла, что вы молодцы, прекрасно запомнили. Метод получения фтора вообще фактически единственный, ну, самый-самый основной. Это электролиз расплава фторидов. По секрету скажу, что на самом деле не фториды берут, а вот легкоплавкие смеси вот такого состава, например. Получается вот что-то подобное. Ну, на этом можно сильно не заостряться. Вас реакцию никто не спросит. Главное понимать, что вот у вас будет фтор выделяться на аноде. При электролизе расплава фторидов. Теперь хлор. Хлор можно получить электролизом расплава и, то есть и расплава, и раствора. Хлор можно получить. Фтор только расплав. Хлор и так, и сяк. Ну, вот часто используют хлорид, например, натрия. Ну, все понятно. Просто соль, что происходит. Вот у вас хлор выделяется. Вот здесь видите зеленоватый газ. Помните, да, что хлор зеленоватый. Вот в специальный приемник он собирается. Таким образом получают хлор в чистом виде. Еще немножко не металлов, значит, у нас кремний получают из песка и угля. Фактически из говна и палок, грубо говоря. Извините, пожалуйста, но вот такая аналогия для кремния очень хороша. Из песка и угля. Вот что нашли, что накопали, бац, у вас кремний уже готов фактически. Здесь важно запомнить, что силициума-2 это песок. Да, тот самый песочек на пляже, на котором хорошо нежится, на шезлонге или там на полотенчике лечь и на нагретом песке прогреться самому. Это силициума-2. Вот он есть. И С это углерод, но кроме этого это еще и уголь и это еще и кокс. Разные всякие названия, имейте в виду. Это дело спекается, то есть нагревается в электропечах при больших температурах. Происходит спекание, происходит реакция, вот у вас выделяется кремний и угарный газ. Фосфор. Фосфор получают прокаливание фосфатов и чаще всего именно фосфатов кальция. Фосфат и кальция носят определенное название фосфориты. Если в ЕГЭ встретите, не пугайтесь. Фосфориты. Это в кальции 3 по 4 дважды. Ну и там разные другие смеси. Ну в общем-то, короче говоря, основное вещество вот это. Фосфат и кальция. Прокаливание это тоже спекание. Другими словами, просто при высоких температурах это в печи вот так вот спекается все вместе, прокаливается. С углем и песком вы уже знаете, да, это уголь или кокс, это песок. Нагреваем, получаем вот наш фосфор. Ну и здесь у нас выделяется еще силикат кальция и тоже угарный газ. Вот. В таких печах это все дело происходит. Видите, все сюда ссыпают, нагревают. Тут все сильно-сильно до температуры. От температуры разогревается, проходит реакция сама по себе. Ну и здесь у вас выделяются вот отсюда пары фосфора. Пары фосфора, которые потом собираются в чистый фосфор. Так. Про активные металлы. Активные металлы в основном получают электролизом. Это не секрет, они все получают с электролизом, но здесь вот в ЕГЭ часто спрашивают про натрий и алюминий, поэтому я про них отдельно скажу. Натрий часто приводит. Электролиз расплава едкого натора. Кто такой едкий натор? Это щелочь. Гидроксид натрия, натрия ОАШ, просто нужно запомнить это название. Или электролиз раствора или расплава поваренной соли, натрий-хлор. Уже оговаривали сегодня, когда про хлор говорили. Или еще вот такой исторический метод, когда еще электролиз не был открыт, получали вот как. Прокаливание соды с углем. Опять, нужно знать, что такое сода, что это натрий-2-СО3. Это именно кальцинированная сода. Та сода, которая у вас, пищевая сода на кухне, это натрий-АШ-СО3. А это кальцинированная сода. Ну или просто сода, без конкретизации, это значит про эту речь. И уголь, вы уже знакомы. Ну у нас здесь получается натрий и угарный газ. Алюминий. Алюминий получают электролизом расплава боксида. Тоже нужно знать, что такое боксид. Это вот это вот. Оксид алюминия. Да, оксиды тоже подвергаются электролизу в виде расплавов. Выделяется металл и кислород. Это не совсем школьная программа, поэтому в теме электролиз я это особо сильно не затрагивала. А почему именно расплав этого оксида используется, а не соли, например, как для всех нормальных металлов? Ну потому что боксид, это у нас в природе. Алюминий в такой форме находится. То есть пошел накопал, грубо говоря. Вот у тебя боксид. Чтобы получить соль, это же нужно, во-первых, растворить в кислоте. Ну еще кислоту потратить. Потом нужно будет полученную соль либо расплавить, либо растворить. Это потратить электроэнергию. Ну короче говоря, затратно. Зачем? Если можно сразу взять боксид. Поэтому алюминий именно расплава боксида, вот пожалуйста, ну электролиз, вот такая стрелочка, выделяется у вас алюминий и кислород. Так. Еще что про металлы, это медь. Там у нас были активные металлы, они все электролизом и спрашивают часто про натрия и алюминий. Сейчас про неактивный металл. Медь. Есть два способа получения. Пираметаллургический метод и гидрометаллургический метод. Первый это пираметаллургический метод. Сырьем являются медные руды. Самая распространенная медная руда это халькоперид. Название тоже нужно запомнить. Халькоперид, вот такой у него состав. Что происходит? Если вас вдруг спросят там не просто найти сырье, а попросят назвать процесс, который приводит к получению меди. Чтобы вы ориентировались, я вам на всякий случай это тоже напишу. Сначала окисление руды кислородом воздуха. То есть берется халькоперид, накопали его, привезли, загоняется воздух, в воздухе есть кислород, за счет этого происходит окисление. Ну при температуре, естественно, окисляется. Помните, да, как кислородом, сложные вещества? Каждый отдельный элемент берем и суем его в оксид. Купрум-О, феррум-2О3, СО2. Все. Дело по штуке. Мы получили сначала Купрум-О. Следующая стадия – восстановление меди из оксида. Берем оксид и восстанавливаем. В промышленности восстанавливают либо водородом, Купрум плюс H2О, либо еще популярный восстановитель – это угарный газ. Получаем Купрум плюс СО2. Вот вам, пожалуйста. Получили чистую медь. Ну и второй метод – это гидрометаллургический метод. Сырье – то же самое, медный рудый, самый распространенный – алькоперид. Здесь, значит, мы берем вот этот алькоперид, растворяем в серной кислоте. Что получаем? Мы получаем Купрум-СО4. Что там с остальными происходит, нам не важно. И затем вытеснение из сульфата железом. Что значит? Берем наш сульфат и вытесняем медь. Вы помните, более активные металлы вытесняют менее активные из их солей. Мы получаем… Ну, железо залезло сюда, ферму СО4, и Купрум – чистый вид. Вот он и выделился. Пожалуйста, медь. Вот такие вот два метода используются при получении меди. Дальше поехали. Еще важно – железо. Железо особенно важно, потому что здесь вас спрашивают не только про само железо, но еще про чугун и сталь. Это сплавы на основе железа. Итак, основные, значит… Ну, сам способ называется доменное производство, потому что используются доменные печи. Что это такое? Сейчас расскажу. Сырье, железные руды. Если для меди это халькоперид и все на этом, то для железа есть много вариантов. Вот самые основные пять штучек здесь перед вами. Знать надо название. Вы можете не знать формулы, это не страшно. Это я вам так для общего развития написала. Но нужно знать, что лимонит, магнетит, гематит, сидерид и перид – это все железные руды, которые содержат железо и могут использоваться при производстве железа. Что происходит? Значит, первый процесс – производство чугуна. Перед тем, как мы получаем железо, мы сначала получаем чугун. Это сплав железа и углерода. Это дело происходит в доменной печи. Вот про доменные печи тоже бывают вопросы. Типа, аппарат, для чего используется? Доменная печь для производства чугуна. Вы должны будете выбрать. Что происходит? Вот здесь внизу, в этой печи, горн называется, вот этот отсек. Вот в этом горне углерод, мы туда закидываем уголь, вот этот сажу, хокс, да, разными словами. Закидали, и там происходит окисление. Получается СО2, который в процессе, снова проходя сквозь слой углерода, реагирует с образованием угарного газа. Затем происходит восстановление руды. Вот эти все разные формулы для разных руд. Вот видите, феррум 2О3 у нас там, или феррум 3О4 в каком-то виде, да, где у нас было железо. Вот оно у нас происходит, постепенное вот это вот восстановление до железа 0. Видите? Все это с помощью угарного газа. Ну, вот этот пункт можно в скобки взять, шлакообразование. Шлак – это ненужные отходы производства. Это всякие примеси, которые содержались в наших рудах. Вот что там с ними происходит. Не так важно, просто для общего развития для нас. Так. И второй пункт. Вот мы сначала получили чугун. То есть у нас вот железо мы получили. И еще, поскольку мы туда закинули изначально С – углерод, у нас получился сплав вот железа с углеродом. Это и есть чугун. Если мы хотим более чистое железо получить, тогда нужно постараться. Значит, производство стали или чистого железа происходит уже в Мартеновской печи. Тоже название нужно запомнить. Что такое сталь? Сталь – это тоже сплав железа и чугуна, но там… Ой, то есть, простите, железо и углерода, но там углерода уже меньше. То есть там в основном железо и чуть-чуть углерода. Чистое железо – это, понятно, просто железо. Итак, что происходит? Мы наш чугун засовываем вот сюда в ванну. Называется ванна. Расплавляем. Расплавляем, получается, ванна расплавленного металла. Во время расплавления происходит окисление железа. Мы переводим наше железо в оксид. Зачем нам это нужно? Для того, чтобы С перевести в оксид. Углерод удалить. Мы удаляем с помощью того, что переводим в СО, и СО улетает, поскольку это газ. Ну, а затем нам нужно раскислить железо. Видите, мы его окислили. Нам же нужно феррум-0. Мы должны его раскислить. Это происходит, ну, в основном по реакции с алюминием. Алюминий берет на себя кислород, идет в оксид, а железо зато выделяется в чистом виде. Все. Таким образом мы можем удалить часть углерода и получить сталь. Или весь углерод. Получить чистое железо. Итак, с первым пунктом закончили. Я вас поздравляю. Думаю, что мы здесь сидели долго. Дальше постараюсь говорить прям побыстрее. Ну, потому что вся информация будет на слайдах. Буду комментировать только отдельные интересные моменты. Итак, применение. Где используется? Кислород. Используется, ну, во-первых, понятно, мы им дышим. Но в ЕГЭ часто говорят, вот, металлургии. При производстве стали. Вот вам, пожалуйста. Видите, кислород при производстве стали. Использовался как откислитель. Вот. Ну, и еще в некоторых моментах, ну, часто вот в ЕГЭ именно про металлургию говорят. Что-то про все остальное, как будто бы забывают. Водород. Как восстановитель в металлургии. Помните, я вам там писала несколько реакций. Что вот УПРУМО, например, мы восстанавливали там при получении меди водородом. Получали чистую медь и H2O. Ну, и для производства аммиака. Это вы должны знать. Аммиак. Вот мы, когда про азотную кислоту говорили. Вот, пожалуйста, по этой реакции. Температура, давление, железный катализатор. Аргон. Аргон – это инертный газ, который используется для создания инертной атмосферы. Инертная атмосфера нужна для прохождения некоторых химических реакций. Озон. Озон используется для очистки воды. Или, можно сказать, для обеззараживания воды. Хлор. Тоже используется для обеззараживания воды. Но, помимо этого, для пластмассы. Про это мы поподробнее поговорим в органике. Там будет у нас винилхлорид, поливинилхлорид. Мы там увидим. Пластмасса, она вся из органических соединений. Из хлорорганических соединений. Вот так вот. Ну, и для получения органических растворителей. Это хлороформ. Это четырехлористый углерод С-хлор-4. Ну, всякие органические растворители. Формулы вас не спрашивают. Главное, просто, чтобы вы умели сопоставить. Хлорорганические растворители. Дальше. Азот содержащий. Сам азот при производстве аммиака. Это понятно. Н2 плюс H2 будет аммиак. При производстве удобрений. Вообще, везде, где содержится азот, это все соединения могут использоваться при производстве удобрений. Самое расхожее удобрение. Ну, здесь какой-нибудь NH4-хлор, например. Или NH4-NO3. Ну, или другие нитраты. Калий-NO3. То есть, если кто из вас есть биологи, вы четко понимаете, что растения усваивают азот корневой системой. Из нитратов. В растворенном виде. С помощью, ну, с водичкой вместе. Вот нитраты. Так что нитраты, это в основном удобрение. Ну, еще можно вот в таком виде. В NH4-плюс тоже катион растворенный. Но так хуже усваивается. В основном нитраты. Кстати говоря, вот это вот важно знать. NH4-NO3 это аммиачная селитра. Аммиачная селитра. Сейчас расскажу подробнее. NH3. Производство удобрений. Ну, понятно, раз азот содержит, значит, можно использоваться при производстве удобрений. И второе. Производство взрывчатки. Вот аммиачная селитра, помимо того, что это удобрение классное, поскольку тут азота содержится много, это еще и взрывоопасное вещество. И некоторые виды взрывчатки делают на основе аммиачной селитры. Кстати говоря, именно поэтому нужно быть аккуратными с азот содержащими удобрениями, не ставить их на солнце, не трясти, ну, трясти ничего не случится, просто в теплые места, чтобы реакция не пошла, потому что может произойти саморазложение со взрывом. Так. NH4-H. Здесь я в таком виде себе позволила записать, но вы четко понимаете, да, что это NH3 на H2O на самом деле. В спирте, ой, то есть в спирте, в медицине это нашатырный спирт, нашатырка, аммиачная вода, вот это вот все. Дальше. NH4-NO3 это как раз аммиачная селитра, сама по себе она является удобрением, а вот где используется для производства взрывчатки. Нитраты, либо в форме кислоты, ну, чаще уж в форме солей, производство удобрений. Ну, и сюда еще залезла немножечко фосфорная кислота, тоже производство удобрений, чтобы у вас аналогия просто состроилась. Дальше. Углерод, содержащий С, как мы уже знаем, кроме того, что это углерод, это еще и уголь и кокс, используется в металлургии, например, при производстве чугуна, который это сплав железа с углеродом. СО, металлургия как восстановитель, тоже мы с вами такую реакцию записывали, восстанавливает металлы из их оксидов, таким образом можно получать чистые металлы. СО2 используется в пищевой промышленности, во-первых, в качестве, ну, там, реагента для разрыхлителя, для теста, во-вторых, получение соды, вот здесь у вас сода, именно пищевая сода, натрий-Н-Н-СО3. Карбонат, это сам по себе регулятор кислотности, кальцинированная сода, используется в мыловарении, это мы в органике поговорим, сейчас важно вам просто знать, что в мыловарении. И при производстве стекла, как и другие карбонаты, какой-нибудь кальций-СО3 тоже при производстве стекла вполне может использоваться. Главное, что СО3 есть. Так. Дальше, все остальные, ну, уже сказала про H3PO4, производство удобрений. Фосфаты, тоже производство удобрений и получение фосфора. Помните, я вам говорила, фосфат кальция, это фосфорит. Вот, тоже при получении фосфора используется. Сера. Сера используется при производстве резины, потому что она дает нам сшивки серосодержащие, вулканизация каучука. Мы подробно про это будем говорить в органике, я вам там прям нарисую, что к чему, потому что это важно. Ну, а здесь просто пока еще чисто на словах, производство резины. Силициума-2. Ну, что, это песочек? Не забыли, да, что это песок? Важно знать. При производстве цемента, естественно, цемент на песке основан. При производстве стекла тоже. Стекло, это у нас силициума-2. Там есть карбонаты в составе, ну, натрий-2-СО3, или какие-то другие кальций-СО3. Ну, вот это основная такая часть. Ну, еще иногда туда добавляют разные другие соединения, в зависимости от того, какой свойственности стеклу хотим придать. Типа, там, бронестойкость, защита от ультрафиолета, ну, какие-то прибамбасы. Натрий-2-СО3. Силикат натрия-2-СО3. Это клей. Помните, с вами в предыдущей теории говорили, что H2-СО3 кислота – это осады студенистые, желеобразные. А вот соль, натрия – это чистый клей. Так. Дальше поехали. Применение. Все остальные. Алюминий. Металл прочный и легкий. За счет этого используется в качестве сплавов, то есть в сплавах для самолетостроения, потому что нам самолет нужен легкий и при этом прочный. Желательно, чтобы не развалился по пути. Вот там алюминий используется. Натрий-хлор, я думаю, уже знаете. Пищевая промышленность – это соль. Вода. Вот с водой интересно. Она вообще-то, говоря, много где используется. Но в ЕГЭ почему-то постоянно пихают вариант ответа сельское хозяйство. При уходе за животными и растениями. Как будто бы все остальные свойства кислоты как-то забылись сразу. Но вы-то имейте в виду, что вода в сельском хозяйстве почему-то очень любит в ЕГЭ попадаться. Дальше. H2O2. Перекись водорода. Дома у вас наверняка есть для дезинфекции ран. Используете, да? Медицина. Но это маленькая концентрация. Ну, часто 3-х процентная перекись водорода. Если вы хотя бы 30-ти процентную возьмёте, это уже будет отбеливатель. Это вот, знаете, модно же, как это называется? Тай-дай. Нет? Могу путать. Ну, в общем, футболки окрашивать. Брать футболку её, связывать резиночками и выбелять. В некоторых местах получается такой красивый тайский какой-то рисуночек. Вот это с помощью перекиси можно сделать. Перекись водорода как отбеливатель используется. Ну, и перекись калия, вот обратите внимание, это не калий-2O, это не оксид. Это перекись калия. Используется для регенерации воздуха, например, на подлодках. В редких случаях на космических станциях, ну, там чаще используется электролиз воды, как вы знаете уже. Вот, как регенератор воздуха. Ну, имеется в виду кислорода, понятное дело. Что нам воздух-то, нам кислород, самое важное. Отлично. Применением закончили. Поехали дальше. Аллатропные модификации. Здесь долго останавливаться не буду, прям быстро пробегусь, потому что понимаю, что сегодняшняя теория и так объёмная будет. И плюс эту информацию вы в большинстве своём уже знаете. Ну, по крайней мере, я когда вам про свойства неметаллов рассказывала, я оговаривала о аллатропной модификации. Если Нафис эту информацию оставил, то как раз вы сейчас её получите. То есть ничего не упустили. Так, углерод. Углерод, какие аллатропные модификации? Графит, алмаз, фуллерен. Ну, есть ещё углеродные нанотрубки, есть ещё карбин, но это уже так подальше от школьной программы. В школе это вот это. Алмаз, я думаю, все знаете. Огранённые алмазы, это бриллианты, это как раз всё сюда. Графит, это стервень у вас в карандаше, графитовый. И графитовые электроды часто используются. Это вот, пожалуйста, выглядит вот так. Видите, шестичленные циклы чётко как-то уложены в определённую систему. И фуллерен. Фуллерен это вот смесь, видите, шестичленных и пятичленных циклов, которые составляют мячик такой. Прям молекулы, как футболин мячик выглядит. Идеально круглая. Фуллерены суперперспективная вещь, ну, сильно разглагольствовать не буду, хотя могу говорить много там интересных моментов, вообще завались с фуллеренами. Так, кислород, уже знаете, сам кислород О2 и озон О3. Останавливаться не буду. Фосфор-мышьяк. У фосфора несколько аллотропных модификаций. Белый фосфор. Это самый реакционно способный белый фосфор, который по Э4 вот так пишут иногда. Причём это тот самый фосфор, который светится. Есть же вот расхожее, что вот фосфор светится, это вот эта модификация. Он ядовит, кстати говоря. Жёлтый. Тоже ядовитый, тоже реакционно способный. Ещё и самовоспламеняется, взрываться может. Красный. Это полимер. Он уже не реакционно способный, он просто есть. Чёрный фосфор самый стабильный, самый не реакционно способный, спокойно лежит себе и всё. Металлический фосфор, ну от названия понятно, проводит ток, поэтому назвали его металлическим. Мышья. Серый, жёлтый, чёрный. Вот всё перед вами представлено. Ну здесь рассказывать особо смысла не имеет. Никаких интересных особых веществ мышьяка нет. Бига не спрашивается, там спрашивается просто. Найдите там элемент и его аллотропные модификации, сопоставьте. Вот вы должны уметь сопоставлять. Ну и наконец терра. Я про это дело прям разглагольствовала вам много и долго, когда рассказывала о свойствах серы в прошлом месяце, поэтому останавливаться не буду. Напомню просто. Сера бывает ромбическая, моноклинная и пластическая. А вообще-то у серы больше тридцати аллотропных модификаций, но вот эти три самые главные. Всё, теперь поехали в четвёртый пункт. Вот тут нужно будет немножко включить воображение и несколько новых слов себе записать, я так думаю. Аппараты и химическая посуда. Ну давайте. Так, самая первая химическая посуда – это пробирка. Пробирка – это вот, ну тут три пробирки вам представлены, то есть одна пробирка – это вот эта вот ёмкость. В ЕГЭ пишут назначение такое, для проведения химических реакций. Иногда ещё классифицируют для проведения химических реакций в малых объёмах. Ну потому что реально, если мы на производстве будем в пробирочках, мы там закопаемся. Там огромные цистерны уже, а не пробирки. Поэтому да, в малых объёмах. Химический стакан для смешивания растворов. Вот, химический стакан с таким горлышком, только для смешивания растворов используется. Ну можно и какие-то химические реакции в нём проводить, но как правило в стаканах уж как-то не проводят. Уж колбы для этого берут или пробирки. Дальше, бюкс. Что такое бюкс? Бюкс – это стеклянная штука с крышечкой, используется для хранения твёрдых веществ. Получили вы, допустим, там своё вещество, хотите вы его исследовать, ну там, сейчас уже вечер, всё, надо домой ехать. Нужно как-то его сохранить. Специальное стекло, инертное, с крышкой плотной, вот называется бюкс для хранения твёрдых веществ. Дальше. Два слова, в которых все путаются. Пипетка и бюретка. Это не одно и то же, и это не обзывательство, это вполне конкретные вещи. Пипетка используется для отбора раствора определённого объёма. То есть, вот вы берёте вот эта стеклянная штука такая, тут нанесены единицы всякие там, один миллилитр, два миллилитра, ну эти, забыл просто название, отсечки. Короче говоря, сколько миллилитров нанесено распределением. Берёте вы эту пипетку и грушу, груша резиновая, представляете себе. С помощью разницы давлений вы пипетку вставляете там в стакан, например, с раствором, грушу надуваете, точнее потихоньку её ослабляете. Из-за разницы давлений у вас водичка начинает подниматься вверх вот так по пипетке. Вы отмеряете нужный вам объём, берёте, закрываете пипетку пальцем сверху и опять из-за разницы давлений у вас не вытекает ничего с неё. Переносите там и сливаете куда вам нужно. То есть, вот что такое пипетка для отбора определённого объёма раствора. Теперь, что такое бюретка. Бюретка выглядит как пипетка, но у неё есть вот этот вот кранчик. Вот кранчик. Используется для тетрования. Что такое тетрование, вас грузить не буду, расскажу. Вот бюретка, это вот эта вот штука, вот эта вот именно стекляшка такая с краником. Вот это штатив, ну, бюретка закреплена в штативе специально, и здесь колбочка стоит внизу. Допустим, мне нужно понять, сколько у меня конкретно было щёлочи, например. Какая концентрация щёлочи. Как понять? Я должна прореагировать с какой-нибудь кислотой, реакцию провести, чтобы у меня получился, ну, там, допустим, у меня сюда ещё фенофтелин залит. Фенофтелин в щёлочной среде даёт малиновое окрашивание. Я начинаю понемножку прибавлять щёлочи, и когда у меня малиновое окрашивание исчезает, за счёт того, что образуется у меня тут никакой щёлочи, щёлочи исчезает вся полностью, я понимаю, что реакция прошла полностью. То есть вся натрию аж, которая была, прореагировала. Я смотрю, сколько миллилитров я израсходовала серной кислоты, и таким образом, как вы уже знаете, тут могу я найти, сколько миллилитров у меня было изначально натрию аж. Вот тетрование используется для этого. То есть мне нужно вот эту серную кислоту аккуратно по одному миллилитру сливать. Для этого используется бюретка. Вот сюда наливается моя серная кислота, и я вот этот кранчик чуть-чуть приоткрываю, раз, капелька капнула, закрыла, капелька капнула, закрыла. То есть вот для чего это используется, бюретка, для тетрования. Если не поняли, что такое тетрование, я вам лучше на семинаре расскажу, если интересно, переспросите. Потому что в теории время сейчас потратим, а для ЕГЭ это особого значения не имеет. Так, дальше поехали. Делительные вороны. Понятное дело, разделительные для разделения. Для разделения чего? Не смешивающихся жидкостей. Выглядит вот так, ну или форма может быть другая, форма может быть вот такая вот прямая. И вот тут вот так. То есть иногда и такие тоже делительные воронки встречаются. Тут опять какой-то краник, и сливаем вот тут у нас крышечка. Так, значит в чем суть? Не смешивающиеся растворы. Представьте себе масло подсолнечное и вода. Ну или там бензин и вода, например, да. Слейте у себя дома, да, с разрешения мамы, например. И посмотрите, у вас четкая будет граница между маслом и водой. И вот точно так же многие жидкости, химические вещества, они смешиваются. И у вас будет вот такая четкая граница. Здесь вот, например, фиолетовый растворчик, а здесь вот, например, бесцветный растворчик. Как разделить? Вы берете, сливаете, трясете, потом ждете. У вас идет разделение, четко выравнивается граница. Потом вы берете какой-нибудь тут стаканчик, подставляете и в него сливаете. Сливаете, вот так кранчик открываете, сливаете вот посюда. То есть вы все, весь фиолетовый раствор, всю вот эту же слили в стакан, а вот в воронке у вас осталось бесцветное. Так вы разделили их. Вот и все. Все. Мерный стакан или мерный цилиндр для измерения объема растворов. Цилиндр выглядит вот так вот, ну, как цилиндр, сюрприз. Стакан выглядит как стакан, просто на него нанесена разметка по миллилитрам и сюда и сюда. Дальше. Про фарфоровую посуду. Фарфоровая посуда нужна... Почему именно фарфор? Во-первых, это, ну, как сказать, прочно. Если вы разобьете, то есть если у вас это упадет, у вас разобьется. Но если вы будете давить, это довольно прочный материал. А нам именно давить надо. Ну и плюс огнеупорный. Поэтому, смотрите, фарфоровая ступка, это вот эта штука. И часто еще говорят фарфоровая ступка с пестиком. Пестик это вот эта штука. Используется для измельчения твердых веществ. То есть вы берете какую-нибудь там кусок сахара, хотите из сахара получить сахарный песок. Берете сахар и пестиком в ступке вот так трете, как дурак, целую пару, полтора часа, а потом проводите свою реакцию. Вот. Вот для чего это используется. Для измельчения твердых веществ. А вот фарфоровый тигель. Слово тигель, знаете, может быть вам знакомо из каких-нибудь фильмов. Там эльфы с тиглем носились. Тигелек золотых монет. Вот у меня какая-то такая ассоциация. Не знаю, откуда она родилась. Возможно, что-то такое есть. Или сказки какие-то такие были. Вот фарфоровый тигель это такая емкость, такой как бы котелок разных размеров. Бывают огромные тигли, бывают маленькие вот такие. С крышечкой. Используется для прокаливания твердых веществ. То есть вы сюда какой-то порошочек засыпаете, крышечку закрываете. И в вашу печь задвигаете тигель. С тиглем ничего не происходит. Фарфор огнеупорный. Это не стекло какое-то, не ничего. Не пластмасса там тем более. Огнеупорный. У вас только внутри там плавится. Или, допустим, вы два твердых вещества насыпали, они просто у вас перемешаются и все. Чтобы реакция прошла, их нужно расплавить. Вот вы их насыпали, в тигель перемешали, в печку засунули, реакция внутри прошла. Вот это фарфоровый тигель. Дальше поехали. Хлоркальцевая трубка. Форма бывает разная, но в основном, ну, что-то подобное. Используется для осушения газа. Газы проходят вот так, видите, газ типа зашел, такой тыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг, вот так через вот этот хлоркальцевый наполнитель прошел вот так вот и вышел. И осушился. То есть здесь он потерял свою воду. Здесь уже вышел чистый газ, там СУ-2, например. Чистый. Воду потерял, оставил. Для осушения газа. Воронка с фильтром. Смотрите, воронка это вот такая штука, это как, ну, дома наверняка у вас тоже есть какие-то воронки, да, просто для сливания растворов в какую-то емкость с узким гормышком. Вот воронка. Фильтр это, это не что-то крутое, не думайте. Это фильтровальная бумажка, знаете, ну, просто такая бумажка, которая хорошо впитывает, которую определенным образом складывают. Ну, вот она часто круглая, ее там нужно сложить и вот в эту вороночку вложить. И все. И сюда заливать ваш раствор, раствор будет фильтроваться. То есть осадочек будет не проходить сквозь фильтровальную бумагу, а весь раствор будет сливаться. То есть здесь у вас осадок останется, осадок, а здесь останется жидкость. Ну, понятно, вы должны догадаться сразу. Воронка с фильтром для фильтрования, ничего нового. Дальше. Вот тут вот страшные названия, потому что пошли фамилии. Можно фильтровать и так вот, как вот здесь вот изображено, но это способ долгий и не особо чистый. Есть более крутой способ с помощью вакуума, когда за счет разницы давлений влага высасывается прям, вся влага забирается. И таким образом фильтруется у вас, отделяется жидкость от осадка. Для этого используется колба бунзина и воронка бюхнера. Поэтому все путают всегда, что там бунзин придумал, а что там бюхнер придумал. Вот. Короче, это вечная такая байка, но я надеюсь, вы не должны будете путаться. Колба бунзина именно, а воронка бюхнер. Так. И то, и то используется для вакуумного фильтрования. Что делают? Видите, вот здесь такие точки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сюда кладется фильтровальная бумага, вот так ровно вырезается. Хотя ровно никогда невозможно вырезать, все время у всех руки-крюки. Ну, короче, это уже отдельный момент. Вот так вырезается, сюда вставляется. И сюда же выливается там ваш раствор вместе с осадком. И вставляется, это вот видите, вид сверху. Вот отсюда. Теперь вот эта вот штука вся вставляется вот сюда. Вот сюда сверху. Вставили. Тут получилась у вас такая тык-тык. И вот эта вот, вот эта емкость. Вот она. Вот у вас получилась эта емкость, тут осадок. Сюда, значит, вы подключаете такую, ну, типа трубку, вот так я просто нарисую, трубка, которая связана там с вакуумным генератором. Здесь получается вакуум, который прямо высасывает воду, высасывает воду, всю жидкость, которая есть. И в итоге у вас вода вот так быстро отсасывается из-за разности давления, вот так скапывает сюда, буль-буль-буль-буль-буль, а здесь у вас остается осадок, вот тут вот осадок. Все. Представили, коротко говоря. Шумит эта штука страшно, вакуум создается, такой прям такой звук, но зато быстро. Вот с этим вам нужно стоять еще полпары, фильтровать, если повезет. А это быстро, за 10 минут у вас все отсосется. Теперь фильтр шотта. Фильтр шотта это замена для воронки бюнхера, на самом деле в жизни используется очень редко, но в ЕГЭ почему-то встречается, пару раз было, тоже для вакуумного фильтрования, это вот вместо вот этой штуки, то есть они как бы, ну, взаимозаменяемы, фильтр шота и воронка бюнхера. В зависимости от того, какой у вас конкретно осадок, ну, тут я уже грузить не буду, это так сложности всякие. Поехали. Дальше, теперь про колбы. Бывает просто колба, вот такая вот, тык, 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 вот такая колба. Ну, тоже используются там для проведения химических реакций. Бывает круглодонная колба, и именно про нее и спрашивают в ЕГЭ, видите, закругленная. Зачем? Это реакционная емкость для работы в вакууме. Почему? Потому что в вакууме, ну, тут вот эти все уголки, которые есть в обычной колбе, они создают избыточное давление и влияют на общее давление в системе. Нам такое не нужно, поэтому берут круглодонные. Или же для равномерного прогрева. То же самое, если у вас вещество в уголках, у вас часть прогреется быстрее, часть медленнее, из-за этого реакция пойдет неравномерно, еще может взрыв в некоторых ситуациях произойти. Зачем надо? Берут для этого круглодонную. То есть вот это для работы в вакууме или для равномерного прогрева. Ну и отдельный момент. Колба Бюрца. Это из органики, но я решила сюда же, чтобы не мельтешить, не дробить информацию. Это тоже круглодонная колба вот с таким вот отводом специальным. В ЕГЭ пишут так. Составная часть прибора для перегонки. С прибором для перегонки мы с вами давайте-ка в органике лучше познакомимся, потому что там надо понимать, что происходит. Просто пока запомните, что вот колба Бюрца это для перегонки. Так. Раз про перегонку с вами начали говорить, давайте поговорим про холодильники. Холодильник в химии это не холодильник кухонный. Это немножко другое. Вот такая палка с двумя отводами. Разделяют прямой холодильник и обратный холодильник. Грузить пока не буду. Смысл вот в чем. Прямой, смотрите. Ну типа с одной стороны зашло, с этой же и вышло. Обратный с одной стороны зашло, с другой вышло. Вот. Ну и тут еще немножко внутреннее строение различается, но это ладно. Значит прямой холодильник. Это составная часть прибора для перегонки. Обратный холодильник. Вот тут ситуация интересная. Вообще говоря, обратный холодильник как раз таки чаще используется для перегонки. Но в ЕГЭ пишут по-другому. Ну это свойство он тоже выполняет, но почему-то вот, ну типа пишут, что именно прямой для перегонки, а обратный для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционный сосуд. Сказано сложно. Это что значит? У вас просто пары какие-то поднимаются из реакционной колбы. Пары. Газы, то есть, да. Пары попадают в холодильник. В холодильнике циркулирует вода, обычная водопроводная. Она холодная и за счет этого она охлаждает. Эти пары охлаждаются, конденсируются, то есть, превращаются в жидкость и капают обратно в колбу. Вот, зачем это нужно. И еще отдельный момент. Обратный холодильник иногда называют холодильник ЛИБИХА. Вот оно. Холодильник ЛИБИХА. И то, и то название допустимо. Ну, а теперь немножко про химические аппараты. Итак, первый химический аппарат, это аппарат КИПА. Его легко определить. Иногда в заданиях же дается прям картинка. Нужно картинку сопоставить. Он из таких трех штук состоит. Используется для получения газов. Это в первую очередь водород и углекислый газ. Здесь насыпается цинк сюда, в среднюю емкость. Сюда, это, аж-хлор. Аж-хлор, видите, вот так вот по внутреннему этому цилиндру так скапывает сюда вниз. Капает, капает. И в итоге вот здесь вот она докапывает до самого верха и соприкасается с цинком. И у нас происходит реакция. Цинк плюс аж-хлор равно равно. Цинк, хлор 2 и H2. Выделяется водородик. Вот. Водородик образуется и он вылетает через разъемы. Где-то вот здесь ставится сборник специальный, собирается водород. Вот так вот. Ну и для СО2 аналогичная реакция, там где должна была образовываться H2SO3, как вы понимаете, которая распалась на H2SO2. Электролизер. Электролизер сюрприз для проведения электролиза. Получение, как вы знаете, активных металлов, натрий, калий, фтор, хлор, всякие другие неметаллы тоже. Электролизер. Самый простой, можно собрать на коленке. Вот он. Два стаканчика до этих электроды. Но в промышленности вот так выглядит по-крутому. Видите, тут синие и желтые электроды отличаются. Цистерны огромные, несколько штук. В общем, и то, и то электролизер. Выглядит по-разному. Колонна синтеза. Например, для проведения целевой реакции получения NH3. То есть для какого-то синтеза. Получение NH3, это я имею в виду реакцию N2 плюс H2, будет NH3. Ректификационная колонна. Для ректификации, по-другому, для разделения, для фракционирования или для перегонки нефти. Это все одно и то же. Смысл вы уже поняли с воздухом, когда я вам объясняла. С нефтью та же самая история. Нефть тоже потихонечку испаряется. Сначала самые легкие фракции отсоединяются. Тяжелые остаются вне дна. То есть принцип работы тот же самый. Вы должны просто уметь сопоставлять ректификационную колонну для ректификации. Или для перегонки нефти. Другими словами, то же самое. Поехали. Ну и здесь просто напоминаю. Уже рассказывала. Доменная печь для производства чугуна. Мартеновская печь для производства стали. Контактный аппарат для окисления. Я, помните, там в самом начале про азотку, когда говорили, про серную. Контактный аппарат для окисления. Например, сернистого газа. Это я вот про вот эту реакцию здесь. Вот это вот окисление. Это СО3. Температура давления и ванаде 2О5. Поглотительная башня. Для поглощения. Например, для поглощения оксида серы. Вот. Оксид серы 3. Поглощается. Получается серная кислота. Так. Все. Так. Смотрю по времени. Ого, сколько выходит. Ну давайте. Надо закончить. Все ли объемное. Разделение смесей. Поехали. Здесь я вам самые популярные приведу пары, которые даются и предлагаются, значит, предложить какой-то реагент для их разделения. Ну или способ для их разделения. Итак. Сжиженные газы. Например, там вам дают Н2 и О2. Или там О2 и А2. Что-нибудь подобное. Фракционированием или же фракционной перегонкой. Уже поговорили с вами, что это такое. Железо и другие металлы. Иногда любят там железо и магний, что-нибудь такое предлагать. Или там вообще железо и натрий хлор. Даже не металл, а просто соль. С помощью магнита. Железо обладает магнитными свойствами. Дальше. Вода и какие-то осадки. То есть нерастворимые соли. Например, вода и барий СО4. Вода и аргентный хлор с помощью фильтрования. Вода через фильтр пройдет, осадочка останется. Дальше. Натрий хлор и какие-то осадки нерастворимые соли. Или какие-то вещества типа уголь, песок. Обработка водой. Натрий хлор у вас в воде растворится. Осадки не растворятся. Углерод не растворится. Песочек, семейцума 2, не растворится. Натрий H2O. Выпаривание. То есть, ну допустим, у вас был там раствор щелочи. Вы хотите отдельно раствор щелочи. Это что? Щелочи и вода. Вы хотите, чтобы вода ушла, а осталась только щелочь. Выпаривание потихонечку нагреваете. Вода потихонечку испаряется. И остается порошочек. Натрий H. Порошочек. Щелочек. Так. Это все. Ну, сейчас у нас маленькие пункты пойдут. Следующий, значит, способы обнаружения. Это такой балловоеобразный привет из предыдущей теории. Немножко нужно будет вспомнить то, о чем мы уже говорили. Поэтому распространяться не буду. Первое, это цвет пламени. Единственное, что здесь вам пригодятся не только литий-калий, литий-натрий-калий и кальций. Здесь еще могут встретиться и всякие другие. Ну, из популярных, что вам еще здесь отметить, медь бывает очень часто, железо, ну, не сказала бы, ну, так раз через раз. Свинец, кстати говоря, дают. О, барий. Барий с тронцей. Очень часто бывают. Время от времени даже рубидий попадается. Но все остальные, нет, я бы не сказала. Нет, нет. Даже цинк, ну, цинк тоже можно вот так отметить. Вот. Это так, по распространенности в ЕГЭ. Дальше что? Хлор-2, калий-йод и крахмал. Ну, вы уже знаете, да, что хлор и калий-йод. Хлор вытеснет, получится йод-2. Йод-2 вместе с крахмалом образует синий раствор. Дальше. Озон и калий-йод. Тоже с вами писали, тоже выделятся в этой реакции йод. СО2. Известковая вода. С вами писали, образуется осадок кальций СО3. Ну, и, пожалуйста, вот вам сульфид и свинец, все никак от них не отстанут. Это сульфид свинца, черный осадок. Яркий, черный, ни с чем не спутаете осадочек. Ну, и последнее, что нам осталось, это такой микро-раздел влияния на окружающую среду. Редко бывает, но попадается. Тут много говорить вообще ни о чем. Здесь основных эффекта два, которые разбираются. Это парниковый эффект и кислотные дожди. Парниковый эффект создают парниковые газы. В чем состоит парниковый эффект, я думаю, вы знаете. Ну, атмосфера создается из парниковых газов, из-за чего ультрафиолет накапливается. Глобальное потепление. Все это приводит к глобальному потеплению, из-за того, что вот эта атмосфера парниковых газов не дает рассеиваться свету. В общем, там такой момент. Парниковые газы. Самый популярный. Это самый-самый сильный парниковый газ. Это водяной пар. Ни СО2, ни СО, СО вообще очень мало, в маленьких количествах. Именно водяной пар является самым отпетым мошенником, самым сильным, серьезным врагом парниковым газом. Представьте себе. Ну, потом, естественно, идет СО2, углекислый газ, метан и озон тоже. Если где-то встретите, вот эта четверка, такая самая популярная четверка парниковых газов. Ну, и кислотные дожди. Здесь перед вами последствия таких кислотных дождей. К сожалению, случаются они из-за недобросовестных заводов, которые выпускают определенные газы, в частности, сернистый газ. СО2, ну, и редко, когда бывает, и СО3 выпускают. Это те газы, которые с водой, с водяным паром, содержащимся в атмосфере, дают нам кислоты, какие-никакие, да, ну, H2SO3 и уж вообще H2SO4. И, конденсируясь вместе с водой, выпадая потом в качестве осадков, получается, что дождь, ну, кроме воды, содержит еще и вот эти кислоты. Кислотные дожди растворяют органику, вот, пожалуйста, вам деревья облосевшие, там опушки, где трава вся выжжена, это вот все последствия кислотных дождей. Вот, ну, и плюс очень любят эту тему во всяких, как это называется, постапокалиптичных фильмах, где обязательно какие-то есть, ну, значит, нападки со стороны окружающей среды, то есть там вот несколько выживших, и они борются с этими последствиями, одно из которых обязательно почему-то кислотные дожди, ну, вот считается так, что если какой-то у нас бум произойдет, то большое количество сернистого газа выделится в атмосферу, что будет обуславливать выпадение кислотных осадков на протяжении еще там нескольких лет. Такая вот есть гипотеза, и во всяких постапокалиптичных фильмах и сериалах часто эта тема эксплуатируется. Все, на самом деле влияние на окружающую среду, все, только эти два эффекта и эксплуатируются в ЕГЭ. Таким образом, на сегодня мы с вами с теорией закончили. Я еще раз повторюсь, понимаю, что ее немало. Очень хотелось про все порассказать, всяких интересных подробностей, но я себя прямо сдерживала, потому что понимаю, что вам-то нужна основная только информация, а если хочется каких-то интересных историй, то лучше на семинаре мы про это с вами поболтаем. Пусть теория будет концентрированная и только по ЕГЭ. А на сегодня мы с вами закончили. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Мне было очень приятно с вами сегодня делиться такой вот любопытной информацией. Увидимся с вами на семинаре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok